всем привет друзья добро пожаловать на мой канал у нас теперь в очках ходит с этого пожалуй начну видео мы едем в юнюк сегодня хотим снять видео обзор магазина кожи давно не были там вот решили доехать стоим в пробочке думаю дайте-ка я сниму болталку пока едем долго наверно будем ехать за пробки и давно не было времени вот так вот поболтать с вами расскажу про ура уру выписали очки но зрение небольшое сколько у тебя минус 05 в общем начало ухудшаться зрение выписали очки мы ему съездили сделали взяли такой самый простой вариант на пробу пока попробует поездить с ними а . на работе тоже с ними соседишь вообще постоянно в общем начинает ухудшаться зрение слава богу я этот этап уже прошла сделал операцию по коррекции зрения тоже об этом видео выкладывала лучше у меня сейчас все в принципе хорошо единственное меня мучает такая проблема мне иногда больно больно когда я утром просыпаюсь например или не выспался или еще что-то не могу сразу открыть глаза начинают болеть почему-то у меня такое вот есть не знаю нормально это или нет вот а так в принципе я всегда хорошо вижу как бы ничего не беспокоит рада очень что сделала операцию все нормально вот что еще хотела рассказать хотела рассказать что я записалась на курсы вот часто меня спрашивают турецкий язык сейчас прикроем часто спрашивают меня про турецкий язык знаю ли я турецкий говорю ли на турецком я говорю но на разговорном уровне ничего такого прям на супер какие-то сложные темы я не могу разговаривать это факт это как бы как есть да но работу в агентстве недвижимости мы разговариваем там только на турецком языке ребята у меня которые со мной работают они русский язык практически не знаю знаю только привет как дела нормально сестра пойдем квартира и все больше ничего не знает поэтому мы стан турецком говорим но на самом деле это плюс вот если вы собираетесь учить турецкий язык вам нужно больше находиться в обществе турецком турецко-говорящих людей таким образом вы быстрее выучите турецкий плюс еще я смотрю сериалы тоже только на турецком языке не все понимаю всегда но в основном все понимаю если что-то не понимаю я бегу кур у него переспрашиваю вот так в основном все понимаю вот зачем иду на курсы турецкого языка я когда-то давно еще четыре года назад даже больше уже наверное я закончила курсы турецкого бесплатные курсы ну как бесплатно там какая-то плата была дать что-то мы платили сколько-то наверное да в то время а сейчас они стоят 500 лир но я считаю что это бесплатно потому что 500 лир за курсы но это вообще ничего 500 лир это по примерно где-то 1700 рублей ну то есть это вообще копейки вот курсы это государственные поэтому они так дешево стоит тогда я закончила начальный уровень это а1 и а2 я закончила они длились как-то недолго после них я не скажу что они мне супер как-то помогли мне кажется они вообще мне никак не помогли дать эти курсы я вот не помню ну как бы мне негде было особо разговаривать суру мы чаще всего говорили на русском языке тогда еще вот поэтому особо я нигде ну как блин там начальный уровень там мы учили алфавит мы учили буквы и особо ничего не учить я не помню что я прям да мне получше стала грамматика тогда я начала хоть как-то различать там времена скажем вот то есть они мне немножко помогли сейчас я иду на уровень b1 потом еще есть будет уровень b2 но я не знаю пойду я на них или нет посмотрим как помогут поможет мне уровень b1 b1 уровень пройдет с октября вот начал у меня 9 октября до февраля там будет экзамен потом каждый день пять дней в неделю с 9 30 утра до 12 30 дня я буду ездить это находится в центре анталии если кому-то интересно надо я могу скинуть локацию где-то находится сейчас идет набор я прям приехала узнать когда там что и получилось так что я как раз записалась прям сразу там нужно было анкету заполнить там нужно было копии там паспорта турецкого если нет турецкого паспорта можно и камент это вид на жительство ну и плюс копию там по окончанию предыдущих курсов а1 а2 в общем что такое мне спрашиваем вот это все подала часу рука раз едем машине игры я на курсы и духу ну кстати раньше когда я ходил на курс они были вечером сейчас почему-то вечером нету но она мне лучше и утром когда дети в школе я могу спокойно ездить от меня недалеко находится примерно там 10 минут ехать на машине кирилл разговаривать вот что еще у нас нового интересного как видите я суром вместе еду мы все еще женаты мы с ним вместе я ничего не планировала такие комментарии пишут на самом на самом деле на самом деле ур не знает мы недавно записывали видео помнишь мы ездили к отелю сера записывали с одним парнем из норвегии интервью у меня брали видео неделю назад возле отеля сера мы ездили видео снимали вот так альберт добавил это видео и там много комментариев было я уже по этому поводу сняла отдельное видео тоже выложила на другой канал много комментариев много всего интересного необычного скажем так пишет комментарий что ну во первых то что у меня не муж ой точнее не турок это пишет уже много лет то что он не турок я не знаю кто но он точно не турок это уже сто пятьсот раз говорили да ты не турок русский не азербайджан или кто там таджик я не знаю кто то это на самом деле очень смешно такое читать ну в очередной раз мне пишут что он не турок я такая думаю блин черт он не турок как я вот с ним 13 лет вместе и я он а он не турок да даже если он не турок какая разница кто он но правда по паспорту это подделка у чтобы ты не показывал это все пойдет чудо пасадок череп там написано что там турок это подделка я не недавно показывала тура да короче там написано что тут урок короче я недавно показаны говорили что у меня нет образования что я не закончила школу у меня нет никакого диплома я недавно видео погур вообще не в курсе кстати скажу вам вообще не в курсе эта тема он не знает вообще про что я говорю сказали что я не закончила школу не закончила институт потом когда я видео показала свой диплом и я тогда еще видео сказал без разницы показала бы я бы его ли нет все скажут что это подделка что это не настоящий документ и его поддела я кто-то пишет что я его купила где-то в этом переходе а кто-то пишет что это не настоящий даже не поленились зашли на сайт в интернете специально проверить подлинность этого диплома но никто не удосужился почитать даже на самом сайте что нельзя онлайн проверить диплом нужно обязательно сделать запрос отправить копию этого диплома написать все данные и только тогда вам ответят подлинность этого документа диплома обычно так делают когда принимают на работы какие-нибудь организации да они проверяют подлинность этого документа диплома они его отправляют делают запрос специальные службы уже приходит ответ поэтому если кому-то очень нужно узнать подлинность моего диплома я могу вам копию выслать вы можете мне написать свою почту я вам вышлю копию и вы сделаете запрос и узнаете подлинность если вам это так очень нужно интересно вот можно проверить ну и надо я не знаю зачем я тоже не понимаю зачем ну им надо я им всегда было дело какой у меня диплом какой у меня аттестат это кто говорит надо подумать это понимаешь это джагиль как это называется джагиль короче не учил не этот путин знает не образованный не образованный наверное вот это так этот человек покажите ваши диплом тогда да я вот и говорю давайте встретим честное а как вы мне разница и диплом вот тебе зачем может зачем тебе мои это диплом зачем тебе танген диплом зачем тебе чужой это людей диплом зачем вам разница образованные необразованные чем проблемы смотришь здесь это наше видео это наш канала это подпишется подписчики это тогда это посмотри а если этот не хочешь не позвать и это просто это лицом тебя вот это то я не понимаю вообще-то такой людей людей это вообще мне это очень интересно это я тоже не понимаю ну вот никак не понимаю ну зачем что хотите вообще-то я не понимаю потом там следующий да вот раз по турецкий язык говорили что я вообще не разговариваю на турецком языке не знаю турецкий язык то даже если я его не знаю какая вам разница знаю я не знаю очень много я эту же тему поднимала тоже не хочу сильно затрагивать про детей писали про наших детей что я не знаю если я сейчас это уру скажу он вообще будет просто злой будет орать но на самом деле да про демира керема пишут что они не говорят на турецком они вообще очень много всякой гадости говорят я просто про дочку говорят что дочка там некрасивая вообще что блин выше гадость я в турции дети это вообще святой да никакой в турции во всем мире дети святые никогда нельзя плохо ничего говорить какие бы они не были и опять-таки вопрос какое вам дело до наших детей какая вам разница какие у нас дети показываю я их в интернете хочу показываю хочу не показываю это же мое личное дело правильно я ж не должна ни у кого совет спросить показать мне детей не показать мне детей то что я блогер что я должна это все слушать и читать да никому и ничего не должна почему я должна это слушать и читать почему это где-то написано это какой-то закон такой да вот и блогер ты должна это все высушить не должна я никому не нравится не смотрите проходите мимо очень много разных каналов интересных образованных люди с дипломами там не знаю со всякими там какими-то журналистскими там способностями образованием и так далее но смотрите у них видео зачем вы наши видео смотрите не понимаю не пойму и вообще никогда об этом не узнаем не расстраивайся кто-то тут кто говорит это например этот мои дети некрасиво не так вот так вот они только могут на комментариях писать они могут менять соток не могут эти люди боятся никогда в жизни не подойдут если кто-то может правда это скажет это да я могу переходите вот в анталии мы живем переходите скажите мое лицо я вам покажу как красиво и это будет узнать это красиво да не разница мне секрет у меня муж работает в больнице в государственные ноги кстати подписчики его там видели встречали он работает в лаборатории на третьем этаже можете подняться к нему можете зайти в больницу это называется этим вера штермах остались и главная больница в анталии третий этаж поднимайтесь спросите там где лаборатория урья шасын где работает там его все знают поднимитесь прям ему можете сказать кому надо мой адрес я тоже могу дать где живу приезжайте пожалуйста открыты всем всем всегда рады со всеми всегда общаемся правильно идите скажите почему вы пишете за какими-то там буквами за какими-то цифрами парой этими аккаунтами левыми за каждый новый кстати аккаунты делайте чтобы написать но никогда в жизни никогда никто из вас не подойдет лично и никогда это не важится лица клаве напишет этот транслете сделать и может быть это не знаю как придут переводится я не знаю клаве деликам лысы клаве деликам лысы вот вот так вот это эти люди называется это людей это это больные не знаю как все это слово это может быть этот будет плохо не надо ничего поэтому это так бог есть он все видит и он все сам сделать что нужно плохо этим людям поэтому тут как бы вот не хочу 500 раз эту тему поднимать то почему-то всегда это затрагивается я говорю я уру например это ничего не рассказывал ничего не говорила ну то что вот так вот такие вот комментарии появились но это хорошо это большой плюс на самом деле что нас обсуждают обсуждают за нашей спиной это огромный плюс это значит что мы впереди эти люди сзади и сзади сзади очень далеко от нас я не скажу что эти люди завидуют нам многие пишут мне говорят что вот они вам просто зовет нет такие люди не завидуют они просто больные люди им просто не чем заняться они просто с утра до ночи сидят мониторит смотрят мой инстаграм смотрят мои два канала дзен мои два канала смотрит прям пристально каждое видео каждое слово досконально где она что сказала не так почему дети на пляже играют в стаканчики? Что это такое? Блин, что в этом такого? Да, дети играют в стаканчики. Им интересно в стаканчики играть. Пусть играет. Вам какая разница, во что они играют? Кто вы такие, чтобы говорить, во что нужно играть моим детям? Какие книжки им читать? Где им учиться? Когда убрать соску у ребенка? Когда там памперс убрать? Когда ребенок должен говорить? Как ему читать? Как ему писать? Вы кто? Кто вы? Появитесь, покажите. Я должна знать этих вас, вас, героев в лицо, да? Как вы выглядите вот эти вот идеальные люди, у которых все хорошо, у которых с рождения дети там, не знаю, уже и в туалет там ходят, и сотку не сосут, и книжки читают, и 500 языков знают. Я хочу вас видеть. Покажите все. Короче, все. Это последний раз, когда я разговариваю о этих нехороших людях, людишках. Они не будут понимать. Это тупники. Да, им бесполезно. Они будут дальше продолжать. Вот сейчас после этого видео, они дальше будут писать, 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 писать. А мне скажут, да зачем мне вас видеть, зачем мне вам в лицо это что-то говорить, я не хочу с вами встречаться. Просто эти боятся. Да, они боятся, у них кишка тонка подойти это сказать в лицо. Я говорю, мы, например, если мне что-то не нравится, я могу это, я не могу это сказать в лицо, я не буду никому это говорить в лицо, я просто буду мимо проходить, не обращать внимания, не писать, не говорить никому, ничего не делать. Вот, я так вообще что-то про другое сказать, я забыла, что вот, я хотела что сказать я записала видео ответ, да, там, хейтерам на другом канале и больше 700, около 800 комментариев, 800 комментариев просто хороших, добрых людей такая огромная поддержка я не ожидала, я там видео тоже сказала вначале, мне не нужна поддержка я не прошу от вас доброго слова и много, очень много людей которые писали, что я вообще никогда на вашем канале не писала комментарии вы представляете, вот, люди смотрят там годами мои видео, никогда не пишут комментарии и после того видео начали мне писать, да, говорить добрые слова хорошие слова, я настолько вот впечатлена, да, читая эти сообщения, эти комментарии и ну, просто, да кто-то пишет, вот я создаю 500 аккаунтов, 500 там аккаунтов и сама там со всех отвечаю, говорю, какая хорошая это у меня всего есть три аккаунта у меня всего есть три аккаунта один аккаунт это мой канал из Турции в Турции второй аккаунт Татьяна Яшасин и space третий аккаунт Демир Яшасин аккаунт моего сына все с которого я тоже никогда не пишу но если Oft мир всего три аккаунта Мне нет смысла создавать новые аккаунты Я не как вы создаю 500 аккаунтов Чтобы написать с разных имен Я могу от себя написать Если мне что-то надо написать Я не буду создавать Около 800 комментариев Вы хотите сказать, что 800 комментариев Это я новые аккаунты сделал 800 аккаунтов сделал и пишу сама себе комментарии Невозможно Это реально чисто физически Это невозможно сделать Поэтому думайте сами Создавала новые аккаунты Потом их удаляла И создавала, вот ночью сидела Как ты видел Как ты видел, ты не живешь со мной полтора года уже Вот комментарии пишут, что ты не живешь со мной полтора года Мы вообще с тобой уже не живем вместе Я думаю, почему я так до утра сидел В компьютере, все писал, писал, писал С утра такая пуша И хочу спать нереально Все, ладно Закрываю эту тему Вообще раз и навсегда Больше я не буду открывать эту тему Если меня Открыто не замучает Но Как видите У меня сейчас В моих Комментариях В моих видео Нету никогда плохих комментариев Потому что у меня есть администратор Модератор Который Все эти видео Все эти комментарии Просматривает И если вдруг Какие-то бывают Но их таких уже нет Поверьте Уже давно их всех заблокировали И они уже никто не пишет Им видимо лень создавать новые аккаунты Постоянно Вот Таких уже комментариев нету Поэтому хочу сказать всем Еще раз огромное спасибо За поддержку Очень ценю это Спасибо, что вы Мне верите Смотрите мои видео Продолжайте смотреть мои видео Я их снимаю Специально для вас Если есть какие-то личные вопросы Я всегда открыта Номер рабочий у меня есть В WhatsApp Вы можете писать какие-то вопросы туда Также Моя почта есть в комментариях Тоже можете мне на почту писать Я туда всегда отвечаю Возможно в Инстаграме я не всегда отвечаю Потому что Инстаграм Это просто Огромная яма В которую сыпется куча комментариев Куча сообщений Я не могу чисто физически На них всех ответить Потому что я ночами просто Сижу Сознаю новые аккаунты Для Ютуба И для Инстаграма У меня нету времени Вот поэтому Туда еще не успела Новые аккаунты сделать Шучу Нет, вот реально Если есть вопросы У меня моя почта есть На почту у меня сообщения Всегда я вижу Приходят Стараюсь на все отвечать Пишите Спасибо всем за внимание Мы едем в Гюнюк Скоро будет новый обзор Магазина Кожи Завтра кстати Еще снимем для вас Магазин Обуви Обзор тоже давно не было Все Надо быстро открывать окна Уже жарко Все Всем пока-пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok